Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Начинаем ретрофит очередной ячейки. Это у нас секция 3 кВт, шинный разъединитель, масляный выключатель. Два трансформатора тока. Ну и уходит кабель на потребитель, в данном случае двигатель. Здесь у нас щитовой амперметр, светодиодные лампы положением выключателя. Контактор КП включения, автомат спейс-оленоидов, автомат КП 220 В. Ключ разрешения, автомат оперативных цепей 48 В. Оперативка здесь идет по стоянке 48 В у нас в данном случае. Но мы будем переводить на 220. Клеймик вторичной коммутации. И электромагнитный привод П-11. Он будет убираться сейчас. Ну и в общем на это место мы будем устанавливать уже в очередной раз вакуумный выключатель ВВТ-Л10. От Таврида Электрик. Обычно мы устанавливали коммутационные модули LD1, LD2. Вот у нас LD1 на этой же подстанции. Красавчик. Правда со старыми еще блоками управления и питания. Вот еще один у нас. Выключатель. Еще один красавчик. Ну правда здесь старые трансформаторы тока. Ну зато здесь на новом блоке. На 16-ом 221 для коммутационного модуля LD1. В этот раз будем устанавливать коммутационный модуль LD8. Там есть некоторые различия по клеймникам вторичной коммутации, по блокировке, по исполнению блокировки, по положению и так далее. Я это вам все покажу уже в процессе. Защита здесь выполнена на базе индукционных релей РТ80. 1РМ, 2РМ. Это промежуточное реле П101А. Тоже старенький тип уже. Ну и два блинкера указательных реле. Максимальная токовая защита и блинкер минимального напряжения. Защита минимального напряжения. Ну здесь у нас еще один клеймник вторичной коммутации. Сейчас это тоже я буду демонтировать. И на это место будем устанавливать уже известный вам терминал ТОР-200 и вот Релематика. Серии Д для двигателя. Ну что, начинаем с демонтажа на панели защиты. Снимаем все наши релюшки. Это у нас токовая цепь. Первые два. Это у нас выходной контакт с данного реле. Берем крышку от реле. Она все равно у нас будет демонтироваться. И сюда складываем все наши гаечки, винтики, шайбочки, гроверы. Чтобы ничего у нас не потерялось. Редактор субтитров А.Семкин Особенность релюшек промежуточных ЭП-103 в том, что катушка у них находится вверху. У РП-23 она наоборот находится на нижних клеммах реле. Убираем тоже эти крепления сгута. Убираем точно orientation. Режиссер сеть на внутреннем реле. картона, сам зажимчик, хомутик, и вот так вот все, каждое ответвление вдоль всего жгута. Очень нравится мне тот прошлый подход при монтаже, да это как бы получается очень сильно заморочено, сложно, но тем не менее проработала столько много лет, что не дает сомневаться в правильности данного решения. Отлично. Ну вот все, демонтировал все стяжки, все жгуты, все реле, здесь у меня еще остались два указательных реле, два блинкера, но пока я их демонтировать не буду, так как у них здесь завязаны цепи аварийной сигнализации с соседними фидерами, поэтому я их пока оставил. Остальное, в принципе, вот готово уже для навески нового оборудования. Здесь у нас будет установлен ТОР-200 вверху, здесь будет проложен по краю перфорированный канал, ну и ответвление от него сделаны для коммутации. С фазы С уже снял вторичную коммутацию, то есть отбросил токовые цепи, сейчас на фазе я сделаю аналогично, потому что трансформаторы тока у нас тоже здесь будут меняться. Ну вот, токовые цепи отброшены, пока я их уведу вниз. Так, снимаем привод. Вот наш привод P11 электромагнитный, вот наш включающий соленоид, здесь катушка, вот ее выводы. Сердечник смазанный. Так, это клеймник, катушка отключающая подключена, вот ее выводы. Вот она у нас установлена. Таким образом она срабатывает на собачку. Тут у нас на собачке сделаны регулировки, когда недостаточно уже зазора, то мы регулируем вот этой вот контравинтом тяги XA, XA включения, XA включения, XA отключения, здесь у нас сигнальный XA, блок контакта другими словами. Ну это общий вал, который вот идет уже туда, на выключатель. Сейчас буду демонтировать все вторичные цепи, которые у нас приходят на привод, чтобы можно было его снять. Вот у нас приходящий жгут. Сейчас буду здесь все расплетать, разбираться, что откуда-куда. Так, ну и после привода начну отключать жилы контрольного кабеля. Который будет тоже меняться. Все это лишнее сейчас буду убирать. Ну вот маленько тут поснимал. Так, КП-шку снял, автомат оставил, тут пока напряжение на верхних выводах. Так, два контрольных кабеля обменил, и отключил. Здесь подключал провода на привод, которые уходят у нас вот здесь, чтобы их выдернуть. Ну, в принципе, все вот так вот пока, на данный момент. Снятая КП-шка, релея по 103, и две RT-80. Клеммник будет меняться. Сейчас я приготовлю ядрейку здесь. Поставлю новые клеммы, Ведмюллер. Часть токовых цепей сделаю, токовых клемм, и часть пойдет обычных. Результаты первого дня. Произвели демонтаж масляного выключателя, произвели также демонтаж трансформаторов тока, установили раму в ячейку, новые трансформаторы тока, ну и соответственно раму установили новый вакуумный выключатель с коммутационным модулем LD-8. Здесь немножко отличаются переключатели, подключение кабеля к переключателю, но об этом я покажу чуть позже. Также тут отличается блокировка, и она выполнена на тросе очень удобно, и индикация положения самого выключателя. Ну, чуть позже я об этом покажу. По самому выключателю очень мне нравится, как у них выполнена руководство по монтажу. Указаны каждый болт, каждая гаечка, каждая шайбочка, что, где, как подключено. Даже рама, вот длина, вернее, вот этого уголка между вот этими стойками, она рассчитана под определенную длину ячейки, типа ячейки, в нашем случае это XO-2, и имеются вот такие вот риски, засечки, чтобы уже произвести, ну, здесь ее отрезать, в общем. Трансформатор новый, это пол 10, с коэффициентом 200 на 5. Две обноточки у нас здесь. Установили вот на такие направляющие пластины. Сзади еще сделаем втулочки и выставим вот эту уровень. Шины уже подготовлены. Наверх. Здесь провел до конца демонтаж, то есть снял старый клеммник. По панели защит успел установить только перфорированный канал, ну и сделал разметку и сверление отверстий под терминал ТОР-200. Покажу, что мы сделали за второй день монтажа. Так, шиновка от шинного разъединителя до выключателя готова. Шины, конечно, здесь не соответствуют номинальному току данного фидера, но использовались те, которые были в комплекте к выключателю. Можем было бы взять более тонкую шину, там 50-ю, ее было бы более достаточно. Сделана шиновка от выключателя. Вон она идет. До трансформаторов тока вот таким образом. И вот они все три полюса уходят на трансформаторы тока и проходной изолятор. Здесь установлены отводы для удобного подключения у переносного заземления. Как вы видите, здесь уже установлено и жил кабеля, силового кабеля. Осталось нам здесь вывести индикатор положения выключателя. Тросик сюда на ячейку и блокировку. Проложили от выключателя до ячейки жгут. Это у нас коммутационный модуль LD8, я уже говорил. И по моему мнению, очень удобно сделаны вот эти новые переключатели. То есть, именно их подключение. Во-первых, в комплекте идет хомут. Но это понятно, что комплект общий. И под LD1, и под LD8, и другие. Он идет в комплекте. Но раньше этот хомут устанавливался. Прям были уже готовые, заготовленные отверстия, крепежные под него. В самом корпусе выключателя. Хомут устанавливался, подводился кабель, делал заземление экрана. И кабель разделялся на две половины. С 1 по 14 и с 15 по 28. Тут стояла клеммная колодка. И удобно можно было длину прикинуть. На месте потом зачистить проводники, жилы проводников. Одеть наконечники и спокойно подключиться. Здесь же, вот эти переключатели, они стали съемные. И это очень неудобно. Во-первых, хомут необходимо сейчас устанавливать самостоятельно. Мы его установили вот так вот на раму. И далее необходимо было на весу подключать вот эти вот наши переключатели. По мне так это получилось не совсем удобно. Причем две жилы из них, две, 13-ю и 14-ю, необходимо было оставить в воздухе. Потому что они подключаются непосредственно в сам выключатель, а не на переходную вот эту колодку. Еще момент это то, что здесь у нас колодка с 1 по 12, 3 открытых, 3 закрытых, и здесь также с 1 по 12, 3 открытых, 3 закрытых, блок контактов. Электромагниты вынесены здесь отдельно. Вон они, видите? И получается, раньше было очень удобно. Номера клемм в колодке, они соответствовали номерам клемм наших жил в нашем кабеле. Ну, в общем, вот такое вот еще есть неудобство, что несоответственно номеров жил и номеров колодок. В общем, мой вердикт такой, безусловно, это удобно. Вот эти переключатели можно сейчас, допустим, снять всю эту колодку, поменять быстренько, не вскрывая там корпус выключателя. Вдруг там какие-то блок контакта подгорели. Можно произвести замену вот этой платы с переключателями и готово. В принципе, как и ремонтопригодный, здесь удобно. Ну, а монтаж, в принципе, сделается тут всего лишь один раз и на всю жизнь, так сказать. Все достаточно неплохо, тоже продумано, за исключением некоторых нюансов. Но самое-самое, что радует, это наконец-то мы ушли от этой блокировки в виде шпильки. Вон, видите, на валу вал удлинен у выключателя и идет вот эта вот металлическая шпилька, блокировка. Вот сюда вот. Ее надо было всегда регулировать, чтобы ничто в ячейке не мешало. Как бы это неудобно. Ну, а сейчас все просто. Ставим блокировку на тросе. Выводим в удобное для нас место, любым путем. То есть, видите, выключатель здесь стоит. Блокировка стоит на середине ячейки. И мы выводим, допустим, вот будем блокировать наш шинный разъединитель. Так что, выведем ее вот сюда. Здесь будет тяга, которая будет перекрывать здесь шток. Ну и также сюда куда-то выведем индикацию положения выключателя. По вторичной коммутации был установлен 16-й блок управления. Здесь, кстати, для LD8 используется блок 220-4. Подключен. Сделал такой жгутик. Здесь у нас два автомата. Питание терминала ТОР и питание цепей управления. В принципе, был установлен клеймник Вадмюллер. Вот. Здесь токовые клеммы. Я еще ими не занимался. И здесь цепи управления. Здесь уже раскидал перемычки. Лампочки тоже еще пока не делал. И прибор в воздухе. Это у нас, кстати, красавцы Итаны. Серии DC для цепей постоянного тока. С блок-контактами. Хорошие автоматы. Ну, естественно, здесь мы во второй день проложили все контрольные кабели. От панели защиты до ячейки. От ячейки до панели учета и так далее. Плюс питание. Здесь раньше была оперативка 48 вольт. Поэтому сейчас питание мы привели отдельно от БПНС на 220 вольт. Ну и здесь, соответственно, был установлен ТОР-200. Был установлен ВПТ-02 выносной пульт для ТОРа. Вчера раз включил всю коммутацию на ТОРе. Это у нас токовые цепи. Земляной защиты здесь нет. Заземление, питание. Ну и цепи сигнализации, цепи управления. Так вот аккуратненько вывел наш канал. И в нижний клеммник. Здесь у нас тоже токовые цепи сделал клемму. Здесь уже расставил часть необходимых перемычек. С ВПТ у нас уходит заземление. И USB-шка на ТОР. Аккуратненько я его здесь сложил в канале. В общем, как-то так. Начинаем третий день. В общем, в конце проверяю схему соединения вторичных цепей трансформатора тока с помощью Z-схемы. Вот у нас от источника тока приходит проводник на L1, начало трансформатора тока фаза А. С L2 трансформатора тока фаза А у нас идет перемычка. Вот она. На трансформатор тока фаза С на L1. И здесь подключен источник. То есть другой проводник от источника. Сейчас я навожу 20 А. 20 плюс 20, в нуле у нас должно получиться 40. Смотрим. По амперметру как раз таки 40. Но нагляднее посмотреть на нашем терминале. То есть фаза А 20, фаза С 20. И 0 у нас 40 А. Отлично. Ошибки у нас в схеме соединений вторичных цепей нет. Ключ поставил на разрешение. Сейчас включать буду с терминала. Нажимаем. Подтверждаем. Оп. Включился. Положение красной лампы горит. Указатель положения выключателя показывает красный флажок. Вакуумник у нас включился. Отключаем. Подтверждаем. Отключился. Горит зеленая лампа. Зеленый флажок. Сейчас фидер находится в работе. Вот. Нагрузка у нас там идет. Ампер 60. Ну да, вот. 60-62 ампера. Но я забыл вам показать при наладке, как работает аварийное отключение. То есть, это у нас и блокировка, и ручное аварийное отключение выключателя. Если сейчас вот этот рычаг повернуть вверх, вот, отключить и блокировать выключатель. Соответственно, трос у нас натянется, повернет вот эту тягу, вот так вот, и произойдет у нас отключение нашего выключателя. То есть, смысл такой, что если мы хотим оперировать шинным разъединителем, нашим рукояткой шинного разъединителя, нам нужен сюда доступ. Соответственно, чтобы получить доступ к разблокирующему устройству разъединителя, вот они дают, да, сейчас им коммутировать. Нам необходимо, чтобы этот шток блокировки ушел вверх. То есть, мы сейчас должны повернуть рукоятку вверх. И если у нас выключатель был включен, ну, это логично, что как можно управлять шинным разъединителем при включенном выключателе, соответственно, при нагрузке? Никак. Соответственно, у нас выключатель отключается, и мы можем производить операции без нагрузки. То есть, вполне логичная себе блокировка. Ну, так, естественно, не делают, прежде чем вообще производить какие-либо операции с шинным разъединителем. Вакуумный наш выключатель должен быть изначально отключен. Но это, тем не менее, защита от подобных ошибочных действий оперативного персонала. Вот такая вот у нас новая блокировка. Вот, видите, изрешитили мы излишне нашу панель, потому что шаблон, который шел к данной блокировке, почему-то не соответствовал его габаритным размерам. Даже, как бы здесь не надеялись попасться на какую-то уловку со стороны таврида, тем не менее, вот так. Приложили шаблон, померили, выставили все отверстия, померили, просверлили, нарезали резьбу. Ну, установили первые два и смотрим, а у нас нижние отверстия не совпадают. Вот где по факту, да, и где было по шаблону. Вот так вот, в принципе, на этом все. Вот такое получилось видео про очередной ретрофит, замены масляного выключателя на вакуумный и замены релейной защиты на базе старых индукционных крылей на современный микропроцессорный терминал. В общем, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, впереди будет много еще всего интересного. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание, с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!